Привет, друзья! Недавнее видео из шести суперконденсаторов Maxwell по 3000 фарад каждый вызвало у вас довольно большой интерес. В комментариях я проговорился, что заказал еще вот такие вот сборки на 24 вольта. Ну, реально их можно заряжать до 32 вольт. Тут стоит не 6 элементов, как в той сборке, а здесь стоит 12 элементов, каждый из которых можно заряжать до 2,7 вольт. Максимальное напряжение заряда этой сборки 32,4 вольта. Кто зашел на канал случайно и не видел предыдущего видео, обязательно посмотрите. Там я разбирал эту сборку, снимал термоусадку и показывал, что внутри, какой балансир стоит. Здесь, я думаю, смысла нет этого делать. Тут тоже самое стоит, только на 12 элементов. В этом видео я просто сделаю тест этой сборки при комнатной температуре и заморожу в морозилке. Замерять буду вот этим прибором. Так как данный прибор работает всего лишь до 16 вольт, то измерения я буду производить именно при тех же напряжениях. А очень хотелось зарядить его до 20 вольт, измерить. Этот уровень заряда был бы аналогичен уровню заряда 6 элементов до 10 вольт. Но можно выйти из ситуации следующим образом. Раз здесь элементов вдвое больше, то можно показания этого прибора, в частности сопротивление, поделить надвое. А там уже как он измеряет пусковой ток, я не знаю, по каким алгоритмам. Пусковой ток делить надвое будет некорректно. Так, выбираю автомобиль вне транспортного средства, литиевый, европейский замер, этот параметр не важен, 2,87 милиома, пусковой ток 959 ампер. Аккумулятор заряжен до 10,2 вольта. Вот этот суперконденсатор при 10 вольтах имел внутреннее сопротивление 1,67 милиома. Здесь 2,87. Сейчас как раз эта батарея суперконденсаторов имеет вдвое большее внутреннее сопротивление. За счет того, что здесь элементов вдвое больше. Пусковой ток был 1650 ампер. Здесь 959 ампер. Все-таки там свой алгоритм и он не пропорционален внутреннему сопротивлению. В комментариях под видео с вот этим суперконденсатором на 6 элементов, мне писали, что показания вот этого прибора отличаются от показаний прибора, который измеряет внутреннее сопротивление. И сейчас я хочу сравнить. Сейчас честно поставьте на паузу и напишите в комментариях, как вы считаете, будут ли отличаться показания этих двух приборов или нет. Итак, этот прибор показывает 3,58 милиома. Этот прибор показывает 2,87 милиома. Этот прибор показывает больше на более чем 1 милиом. Я, конечно, могу ошибаться, но при таких малых величинах внутреннего сопротивления здесь может что угодно сказываться. Сама схема здесь другая. Вот эти приборы, сколько я ими пользуюсь, у меня есть два прибора, они идентичны по показаниям, потому что схема идентичная, все идентично. Здесь схема другая, немножко по-другому может быть откалиброван, и поэтому разница в показателях. Если это все калибровать на одном заводе, поверочные приборы будут одинаковые, то и показания по-хорошему должны быть все одинаковыми. Приборы должны одинаковые величины показывать во всем мире. Ну а по факту получаются разные величины, потому что невозможно сделать ничего в мире одинакового. Сейчас заряжу до 14,4 вольт и еще раз проведу измерение. Итак, сборка заряжена до 14,4 вольт. Прежние показания здесь остались. Сейчас произведу замер заново. Все те же самые параметры. Погнали. 2,8 милиома стало меньше на 0,07 милиома. 984 ампера пусковой ток. Было 959. В принципе, практически, можно сказать, не изменилось. Теперь сравню с показаниями измерителя внутреннего сопротивления. Что он покажет? Очень интересно. 3,47 милиома. Этот прибор выдает 2,8 милиома. Разница на 0,8 милиома всего лишь. Я считаю, это можно списать на погрешности прибора. Тем более, они разные и откалиброваны немножко по-разному. У этой сборки суперконденсаторов была более явно выраженная зависимость от степени заряженности. Разница при 10 и при 14,4 вольтах была на 0,2 милиома. 1650 и 1898 ампер пускового тока. Это не такая уж и большая разница. А у этой сборки так вообще разница мизерная. Итак, на данном этапе, что можно сказать? Какой вывод сделать по суперконденсаторам фирмы Maxwell? При одной и той же температуре, при комнатной температуре, большой зависимости внутреннего сопротивления от степени заряженности у суперконденсаторов нет. Этим они напоминают литий-тонатные элементы, неушатанные литий-тонатные элементы. Ну и вообще, в принципе, у самых современных литиевых элементов сопротивление не сильно зависит от степени их заряженности. Более старые химии, у них была ярко выраженная зависимость. Но если литиевые элементы сильно ошатанные, то зависимость, конечно, есть. И довольно серьезная. Даже у литий-тоната она есть. Итак, сейчас я хочу отправить эту сборочку в морозилку на сутки. После чего я сделаю замер обоими приборами. Но вы не переключайтесь, потому что дальше еще будут замеры. Я заряжу эту сборку до 28,8 В. Это будет аналогично заряду такой сборки до 14,4 В. И сделаю замер внутреннего сопротивления этим прибором. Он позволяет замерять аккумуляторы до 100 В. А также по просьбе подписчиков, в комментариях с вот этой сборкой я хочу измерить емкость. После того, как сборка будет заряжена до 28,8 В, я хочу разрядить ее до 21,6 В. Это будет аналогично, как для этой сборки 10,8 В. И я измерю емкость в этом диапазоне напряжений. Так как в комментариях под видео с вот этой сборкой меня просили измерить емкость. Хотя измерение емкости у меня уже есть. Шесть лет назад у меня была сборка суперконденсаторов, новая. Покупал с ebay за 500 с лишним долларов. 557, как я сейчас помню. Эта сборка из шести элементов, такая же, как и вот эта, в диапазоне от 14,4 В до 10,8 В. Емкость равняется 0,6 Ач. Да, это немного, но этого точно хватает, чтобы раза 2-3 запустить среднестатистический двигатель внутреннего сгорания. Может показаться, что 2-3 раза это совсем немного, но в большинстве случаев, если двигатель исправен, этого достаточно. Если же вам этого мало, то можете использовать параллельно такой сборке вот такой вот какой-нибудь бэушный 12-амперный или 7-амперный аккумулятор, который устанавливается в источнике бесперебойного питания. Даже полуживой, имеющий там 5-6 Ач емкость, он способен поддерживать в рабочем состоянии бортовую сеть с установленной сторонней сигнализацией около недели. Этого вполне достаточно. Плюс у вас будет возможность запустить двигатель гораздо большее количество раз. Запустили, как только напряжение упало. Просто нужно будет немножко подождать, пока свинцовый аккумулятор подзарядит ионистор. И можно будет опять запускать. Ионистор очень быстро запускается. При токе в 10 А это занимает считанные минуты. Я думаю, каждый способен подождать 1-2-3 минуты и попробовать запустить снова двигатель. Но опять же говорю, двигатель должен быть исправен, и всё всегда будет работать замечательно. Итак, эту сборку я отправляю в морозилку. Для меня у вас есть кое-что ещё. Также с Китая я заказал вот такую вот сборку. Именно такие сборки идут в распил, в дербан, из которых делаются вот такие вот модули. Ну и естественно, вот такие вот тоже. Пилятся по шинам, шины загибаются, и получаются сборки на 12 на 24 вольта. А изначально они идут вот-вот в таких сборках. Я заказал эту сборку для того, чтобы разобрать её, посмотреть, как внутри всё сделано, прям заводом-производителем. Очень интересно, как всё это выглядит изнутри. Именно непосредственно, как завод-изготовитель это делает. Потому что одно дело видеть вот эти сборки уже готовые, попиленные. И совсем другое дело видеть, как завод-изготовитель это всё делает. Как он внутри всё предусмотрел, как изолировал и так далее. Пишите в комментариях, если вам интересно это, я сниму это на видео и покажу вам. Прямо сейчас не поленитесь, поставьте на паузу и напишите комментарий. Осознанный комментарий, это помогает продвигать видео и канал в целом. А также мотивирует меня на съёмку подобных видео. Причём очень сильно мотивирует. Также под видео вот с этим суперконденсатором в комментариях было очень много вопросов по стоимости таких сборок. Стоимость на Алиэкспресс вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, она есть в описании, на сборку из шести элементов. Напрямую в Китае вот эта сборка стоит от 100 до 120 долларов, в зависимости от количества, которое заказываешь. Это стоит 220-250 долларов, где-то так. Но это около 500 долларов стоит. Насколько я помню, она тяжелее, потому что алюминиевый корпус. Её я купил, одну штуку, мне было интересно посмотреть, что внутри, а также использовать её как корпус. Мне кажется, очень крутой корпус получится. Смотрите, какой мощный, крутой корпус, алюминиевый. Вообще бомба. В этот корпус можно запихать литий-НМС аккумулятор. Даже готовые выводы уже есть. Вообще чётко врезать сюда какие-нибудь USB преобразователи для зарядки сотовых телефонов и так далее. Корпус бомбический. Такую сборку, как я уже сказал, я заказал одну штуку, чтобы разобрать её, посмотреть, что у неё внутри, как производитель делает. Если вам нужны будут элементы, которые внутри, то пишите в комментариях, либо лучше на WhatsApp, сейчас вы видите его на экране. Какое количество вам нужно? Там уже нужно посмотреть, как они устроены, как их лучше распилить. Элементы внутри мне в принципе не нужны. Как я уже сказал, мне нужен только будет корпус. Если он внутри пустой, без особых перегородок, потому что заниматься распиливанием перегородок я что-то не очень хочу. Возможно, корпус даже имеет какую-то толщину приличную, тогда он точно, скорее всего, мне не подойдёт. Мне такой вес не нужен. Но я надеюсь, он тонкостенный. Таких сборок я привёз, по-моему, 10 штук. Если кому надо, тоже пишите на WhatsApp лучше всего. В принципе, отправить можно будет без проблем. Такая сборка у меня одна. Я её заказывал изначале на тесты. Поэтому, если вам она нужна, пишите в комментариях. Единственное, что она вот такая вот. Ну, после того, как я показал, что у неё внутри, термоусадку, в принципе, можно заклеить сверху скотчем и использовать эту сборку без проблем. Всё, отправляю в морозилку. Очень интересно, какие будут результаты при температуре минус 22 градуса. С морозилочки достал прям. Не с пылу, с жару, а с холоду. Так. Быстро надо делать замер. Все те же самые параметры. 3,31 милиом, 835 ампер. Было 2,87 милиом, 959 ампер. Не сказал бы, что прям кардинарно всё поменялось. Измеритель внутреннего сопротивления показывает 3,9 милиома. Здесь 3,3 милиома. Погрешность я считаю минимальная. До того, как заморозить, я заряжал до 14,4 вольт. В замороженном состоянии напряжение чуть ниже. Интересно, по какой это причине? За счёт замедления химических реакций. Сейчас немножко подожду, посмотрю, как напряжение будет меняться. Засеку время. Минут 10 подожду. И посмотрим, какие показатели. Очень интересно. Когда же ещё проведёшь такие тесты? Данная информация тоже будет в видео. Видео будет более полезным. Прошло 10 минут. Я смотрю, напряжение уменьшилось. Потом понял, что этот прибор потребляет. Я его отключил. Сейчас посмотрим, будет ли меняться дальше. Увеличиваться напряжение. А то получается, тест нечистый, если прибор подключен, остаётся. Прошло 22 минуты ещё после этого. И видно, что напряжение чуть-чуть поднялось на 0,04. Всё-таки, да, есть зависимость. У суперконденсаторов напряжение от температуры. Инеем всё обросло. Да. Сразу видно, что температура элементов суперконденсаторов очень низкая. До сих пор. Даже через полчаса. Так как я хотел замерить его ёмкость, для этого нужно зарядить суперконденсатор до более высокого напряжения, до 28,8 Вольта. Это будет аналогично 14,4 Вольта для сборки из шести элементов. Заряжу до этого напряжения 28,8 Вольта. И разряжу до 21,6 Вольта. И посмотрим, какая ёмкость находится в этом диапазоне. Как раз подожду, когда нагреется. Возможно, напряжение ещё поднимется. Не знаю, сколько это время не займёт. Наверное, за час даже он не нагреется. Посмотрим. Так, в общем, уже 2 часа, чуть больше 2 часов нагрелся аккумулятор. Ну, ещё прохладный. Чувствуется холод. Смотрим, какое напряжение. Напряжение-то ещё выросло, но всё. В принципе, понятно. Всё-таки есть зависимость напряжения и от температуры суперконденсатора. Не только его внутреннего сопротивления. Ну, неудивительно, ведь это не просто конденсатор. Если просто оговорить, это помесь конденсатора и аккумулятора. Не зря он называется суперконденсатором, а не просто конденсатором. Всё, сейчас заряжу его до 28,8 Вольта. И будем замерять ёмкость, разряжать. Так, подключаю зарядное устройство. В режиме КАДМИ я буду заряжать. Ток поставлю поменьше, чтобы не пропустить этот момент. Я думаю, такой ток нормально будет. 28,8 Вольта. Сейчас стремительно будет напряжение подниматься. Нужно будет не пропустить этот момент. Уменьшаю ток. Применяю. Я думаю, кто в теме, тот понимает. Что я сейчас делаю, объяснять не знаю, есть ли смысл. В реальном времени просто имитирую ограничение по току. Так как зарядка не умеет заряжать суперконденсатор и нет у неё режима блока питания. По идее, если бы был режим выставить 28,8 Вольта лабораторный блок питания тот же, то это всё в автоматическом режиме бы произошло. Но мне не хочется сейчас кучу раз переключать, лабораторник подключать, потом эту зарядку подключать. Ну, в принципе, всё, думаю. Суперконденсатор заряжен до 28,8 Вольта. Суперконденсатор заряжен до 28,8 Вольта. По традиции измерю его внутреннее сопротивление. Насколько оно изменилось? 2,9 милиома. Было 3,59 милиома. Ну, значительная такая разница. Напряжение вдвое отличается. Ставлю на разряд. Разряжать буду до 21,6 Вольта током 4 А. Очень интересно, какая ёмкость будет у этого суперконденсатора. Ставьте на паузу, только честно. И пишите в комментариях, как вы считаете, какую ёмкость он отдаст. Мне будет очень интересно почитать комментарии. Сейчас мощность на разряд ограничена 100 Ваттами. Ток разряда 3,5 А. Ну, ничего страшного. Таким током более точно будет измерена ёмкость. Как только напряжение чуть-чуть понизится, ток увеличится до заданных 4 А. Всё, погнали! Разряд завершился. Суперконденсатор отдал 503 мАч. 0,5 Ач. 6 лет назад моя новая сборка из суперконденсаторов Maxwell отдавала около 600 мАч. Ну, 0,6 Ач. Я считаю, что это очень неплохой результат. 0,5 Ач. Относительно новых 0,6 Ач. Ну, что я могу сказать? Крутые сборочки. Будут отлично служить. Запускать двигатели от КамАЗа от ФУР с стандартом 24 Вольта. Заказал я их, как я уже говорил, 10 штучек для одного проекта. В принципе, они не все сразу нужны, если кому нужно. Пишите на WhatsApp. А для проекта потом, если что, докуплю. Техника не должна простаивать. Техника должна служить верой и правдой. До сих пор тут даже всё мокро. Налилось конденсата. На этом думаю видео завершить. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит наижирнейшие лайки, оставляет осознанные комментарии из 5 и более слов. Это очень помогает продвигать видео и канал в целом. До новых встреч на канале, друзья! Всем пока!